Нужно на ягоднике убрать старую листву, прорыхлить землю, тем самым уничтожаю сорняки и даю корням доступ кислорода. А затем я опрыскиваю листву мочевиной и магнием сернокислым. И одна есть небольшая хитрость. Я добавляю виталип. Это натуральный препарат, который не дает удобрению смываться водой и увеличивает эффективность. На 5 литров воды я добавляю по столовой ложке мочевины, сульфата магния и пузырек виталипа. Предварительно в него надо налить воду, тщательно взболтать, потом все это вылить в лейку, воду в лейке перемешать и поливать. Первую подкормку произвожу, когда снег сошел, земля подсохла. Ведь когда не хватает основных элементов питания, желтеют нижние листья чеснока. Вторую подкормку провожу через две недели. Виталип был в садовом наборе. Его мне подарила дочка. Очень своевременный и нужный подарок. Что в нем находится? Ну, вы знаете, вот такие вот перчатки. Как без перчаток в саду? Руки нужно беречь. Набор садоводу-огороднику называется «Садовые безделушки». Я бы вычеркнула приставку «без». Ведь здесь все по делу. Набор упакован в коробку. В нем виталип. Очень нужные держатели для фиксации земляники, чтобы ягода не лежала на земле. Лунный календарь на этот год. Ну и обычный календарь. Сумка, куда все складывать. Настоящее современное садоводство с таким набором. Все необходимое для работ в саду. Есть сеялка. Вы знаете, своевременная такая вещь. Сейчас именно можно посеять морковь. Эти работы в начале мая нужно провести, пока в земле есть почвенная влага. Если припозднится, морковь не взойдет. Ее тогда придется пересеивать в июне. Ведь обычно, вы знаете, в мае мало дождей. Но морковь хорошо всходит также с помощью натуральных стимуляторов, таких как перекись водорода или витостин. Набор садовой безделушки вы можете заказать на Азоне или Валбересе. И вы как раз успеваете к сезону. И непременно напишите отзыв.